Позвольте мне сначала представить нашего уважаемого гостя, Александр Герзин, доктор философии Санскрепитера Варварского университета. После окончания образования в США, он в Европе, где правил 29 лет и учился у учителей тибетского буддизма всех четырех традиций. Его основным учителем был Цинжав Серком Карин Поче, наставник по дебатам его святейшим Далай-Ламы. Сейчас доктор Герзин живет в Германии, в Берлине, и занимается созданием сайта, на котором можно познакомиться с статьями по буддизму и также по сравнительным статьям о буддизме и других религиях, написанных им самим, а также его учителями. Сайт переведен на семь языков и, в частности, есть довольно большая русская секция. Сайт www.berzinarchives.com или .ru Большое спасибо, что вы меня представили. Сегодня вечером мы поговорим о медитации. Когда мы слышим слово медитация, у разных людей появляются разные представления о ней. Некоторые люди представляют медитацию как мистическую практику, посредством которой можно попасть в другой мир. Некоторые люди считают, что это своеобразная дисциплина, которой занимаются люди в Азии. Но если мы посмотрим на то, что такое медитация более внимательно, нам нужно задаться тремя вопросами. Ну и, конечно, ответим. Что такое медитация? Почему я хочу заниматься медитацией? И как на самом деле это сделать? Итак, это первое вопрос. Что такое медитация? Первый вопрос. Что такое медитация? Медитация is a method for training our minds to have a more beneficial state of mind or attitude. С помощью медитации мы упражняем свой ум так, что он приходит в более плодотворное состояние. And this is done by getting into or generating a certain state of mind and repeating it, accustomed ourselves to that. Каким образом это происходит? Мы создаем определенное состояние ума и делаем это снова и снова, постепенно привыкаем к нему. And, of course, there are many-many different types of states of mind or attitudes that would be beneficial. И, конечно, есть различные состояния ума, которые могут принести пользу. One state of mind could be just more relaxed, less tense and worried. Во-первых, первое из таких состояний – это более расслабленное состояние, когда мы меньше беспокоимся. One state of mind could be one that is more focused. С другой стороны, другое состояние ума – это когда мы более сосредоточены. Или спокойное состояние ума, когда у нас отсутствует постоянный внутренний диалог и различные беспокойства. One could be a state of mind with more understanding of myself, of life, etc. Или состояние ума, когда у нас есть большее понимание, понимание самих себя или жизни. And one could be a state of mind with more love and compassion for others. Или это может быть состояние ума, когда у нас больше любви и состраданий к другим. And so, we have different types of states of mind that we could achieve through meditation. Таким образом, есть различные состояния ума, которые мы можем развить благодаря медитациям. So, then the question is – the second question is – why? Why would I want to generate these states of mind? Второй вопрос – зачем? Почему я хочу развить эти состояния ума? And for that, we need to look at two factors. И для того, чтобы ответить на него, нам нужно учесть два фактора. What am I aiming for? К чему я стремлюсь? And what would be the emotional feeling side of this, of why I want to achieve that? С одной стороны, и с другой стороны, эмоциональное чувство, на котором основано это стремление. So, why would I want a more calm and clear mind? Почему я хочу, чтобы мой ум был более спокойным и ясным? Well, one reason, obviously, would be because my mind is not like that, and it makes me very troubled. Ну, во-первых, конечно, первая причина – сейчас мой ум не таков, и из-за этого у меня появляются различные трудности. It causes me a great deal of unhappiness. Я из-за этого весьма несчастен. And it prevents me from functioning at my best-in-life. И в жизни я не могу делать все, что возможно, все, на самом деле, на что я способен. It could also be affecting badly my health. Это может плохо влиять на мое здоровье. It could be affecting badly my family and my other relationships. На семейную жизнь и на другие взаимоотношения. It could be affecting badly my work. На мою работу. And so I want to overcome some sort of deficiency, some sort of problem that I have mentally and emotionally. И я хочу преодолеть эти трудности и проблемы, которые у меня есть, связанные с этими мыслями и эмоциями. И я хочу это делать весьма определенным способом, порядоченно подойти к этому. И для этого заниматься тем, что называть медитацией. И какое эмоциональное состояние будет направлять нас к тому, чтобы мы этим занимались? Well, that could be one of just being completely fed up with, disgusted with this difficult state of mind that I have. I'll be saying, enough already, I've got to get out of this, got to do something. Возможно, просто эти проблемы вызывают у нас чувство пресыщенности. Мы понимаем, что уже достаточно. У нас возникает отвращение ко всем этим трудностям. But if, for instance, our aim is to be of more help to my children, to be of more help to my loved ones, then the emotional feeling there could be love and compassion that is driving me to find some method that's going to enable me to be of better help to them. То в этом случае мы стремимся использовать эти методы под влиянием любви и сострадания. Мы хотим помочь другим. And I think it's very important here to have a realistic understanding of meditation. So this goes back to our first question, what is meditation? I think it's unrealistic to think that just by meditation alone it's going to solve all my problems. Meditation is a tool, it's a method. But when we want to achieve a result, our aim, and we have an emotion behind that, a positive emotion that is driving us to that aim, then we have to realize that that a result is not achieved by just one cause. Нам важно осознавать, что результат не настигается на основании только лишь какой-то одной причины. There has to be many, many causes and conditions coming together in order to produce a result. Для того, чтобы достижить результат, нужно собрать множество причин и условий воедино. Например, если у нас высокое крыльное давление, и при этом мы немного волнуемся, то организация может помочь нам волноваться меньше. Но медитация самостоятельно не приводит к нашему крыльному давлению. Это может помочь нам. Но мы также можем помочь нам диету. Мы можем помочь медицину. Многие вещи, которые применены вместе, получат результаты. Но только лишь с помощью медитации мы не сможем водить кровяное давление. Также нам нужна возможность помнить диету или принимать какие-то лекарства. Для того, чтобы достичь того, что мы хотим достичь, важно, чтобы собрались вы едите на многие причины. И медитацию можно использовать, те способности, которые мы достигаем с помощью медитации, можно использовать и для того, чтобы достичь каких-то отрицательных результатов. Например, мы можем медитировать на то, насколько плох наш враг, что это значит, что мы пойдем и уберем его. Мы можем медитировать, развивая ненависть. Но это не то, о чем мы говорим в нашем случае. Но, rather, мы говорим о применении метод для создания сознания, который будет полезен для нас и полезен для других. Мы же говорим о развитии тех состояний ума, которые помогут нам самим и другим. OK. So, then, we ask the question, how do we meditate? Теперь мы задаемся вопросом, как медитировать? And there are various methods which are used depending on the type of state of mind that we want to be able to develop. Есть различные методы в зависимости от того, какие именно состояния ума мы хотим развивать. But one thing that is common to all the methods is that we need to practice. And practice means to repeat type of exercise over and over and over again. And just as if we want to train our bodies, we have to practice some physical activity over and over again. Similarly, we need to do the same thing with our minds. Причем так же, как развивая наше тело, мы снова и снова занимаемся физическими упражнениями. То же самое нам нужно делать и с умом. Yeah. I think that's another point. Which is that meditation is dealing with our state of mind, so it's using a mental method. И это поднимает еще один вопрос. Медитация используется для развития состояния ума, то есть мы здесь имеем дело с умом. Now, we could use physical methods to try to change our state of mind. Мы можем использовать различные физические методы для того, чтобы постараться изменить состояние нашего ума. For instance, sitting in various yoga postures. Doing various martial arts type of movements, tai chi, etc. That's not meditation. И это не медитация. That's something which could help to generate a certain state of mind. But meditation is something that you do just with your mind. Эти упражнения могут помочь нам развивать те или иные состояния ума, но когда мы говорим о медитации, мы имеем в виду именно работу с умом. Now, of course, you could do that while doing some sort of asana postures, while doing tai chi. But those are two things. Two different things. Two different activities. One we do with our body, one we do with our mind. So, as I said, to bring about an effect, we might need to use many different causes. So, something with our physical body, also diet, diet can affect our state of mind. But meditation is working with the mind itself. So, if we want to achieve a certain aim, then we have to see what I can change in my life to bring them down. So, meditation would be one thing, diet might be another thing, physical exercise might be another thing. If we want to change something in our life, then we can use different approaches. We can see what can help us. There may be diet, exercises, meditation, all these different things. Another thing about meditation is that we are practicing getting into a certain state of mind over and over and over again. And so, when we are practicing meditation, we create or practice those or the same state of mind over again. Right? Or a calm state of mind, or more focused, or more loving, whatever it might be. But the point is not just to be able to generate that while sitting quietly in the meditation by ourselves or with some other people meditating. The whole point of it is to build up this positive state of mind so thoroughly as a habit that we can apply it at any time during the day when we need it. Our goal is to be able to practice these conditions of mind so deeply to us that we can use them throughout our daily life in the day. Ultimately, it becomes something which is just natural. It's just there all the time. We are more loving. We are more understanding. We are more focused. We are more calm. And if we find ourselves not in that sort of state of mind, all we have to do is remind ourselves. Oh! You know. We need more loving. And just like that. Because we have built up this, through practice, this state of mind, that we can just instantly go to that state of mind. We just remember, ah, yes, we need to be more loving. And we return to that state of mind, which we have already developed, to be a constant practice. When we find ourselves, for instance, losing our temper, these sort of things. And now, I don't want to be like that. Loving. Если, например, мы видим, что мы вот вот вынем из себя, то мы в этот момент вспоминаем, ах, да, ведь я собирался быть более любящим. But, you know, to generate these states of mind, like being loving, it's not just a matter of discipline. И для того, чтобы развить эти состояния ума, например, любовь, важна не только дисциплина. For instance, to be more loving, we need to have some understanding of why to be more loving. Например, для того, чтобы развить любовь, нам нужно также понимание того, зачем нам ее нужно развивать. So, for instance, in that case, it can be that we are all interconnected with each other. В данном случае речь идет о понимании того, что все мы взаимосвязаны. You're a human being, just like I am. И другие люди точно так же люди, как и я сам. You have feelings, just as I do. У них есть чувства точно так же, как и у меня. You want to be liked and not ignored or disliked, the same as me. Они точно так же хотят, чтобы их любили, и не хотят, чтобы им пренебрегали, или хотят вызывать антипатику по отношению к себе, точно так же, как и я. We're all here together, on this planet, and we need to get along with each other. Все мы вместе на этой планете, и нам нужно научиться взаимодействовать друг с другом. One could think of an example. Нет. Можно поесть такой пример. Suppose you were in an elevator with ten people, and all of a sudden the elevator got stuck, and you were trapped there for a few days. How would you relate to the other people in the elevator? Here we are, we're stuck together. We're all in the same situation. We're all in the same situation. Somehow, we have to get along with each other. We start fighting with each other in this small space. It's going to be a disaster, isn't it? Somehow, we have to work together, cooperate with patients all together to try to get out of this situation. Нам нужно терпелье взаимодействовать друг с другом, сотрудничать ради того, чтобы выбраться из этой ситуации. So, if we think of this planet as a very large elevator, then it can be of hell. So, it's by thinking like this, that then we can generate a state of mind of love toward others, intolerance. To just sit there and say, I'm going to be more loving, like that, it's very hard to actually generate any feeling this is true. So, when we ask how to meditate, one method is to build up a certain state of mind, like this example of being more loving and tolerant. Один вариант, когда мы просто стремимся развивать то или иное состояние ума, как в этом примере с любовью и терпением. So, we learn about some way of thinking like this. Мы изучаем, каким образом нам следует мыслить. We think about it until we understand it. It makes sense to us. Мы размышляем и этого добиваемся определенного понимания, так что это имеет для нас теперь смысл. And then we try to actually generate it while sitting quietly, meditation. И после этого мы уже стараемся зародить в себе это чувство, когда мы сидим в медитации со спокойным умом. While imagining other people around us. Мы представляем других людей вокруг нас. Could be people that we know, could be strangers in magazine pictures. Это могут быть люди, которых мы знаем или не знакомцы, например, люди из журнал. And try to generate this state of mind. И мы стараемся зародить в себе это состояние ума. So, another method, which is used, is to just quiet the mind down. So that we get to a more, what should we say, natural state of mind. И у нас появляется более, можно так сказать, естественное состояние ума. Now, this is very important to understand here. И здесь очень важно понимать. When we are trying to quiet down. Когда мы стараемся успокоить свой ум. It's not that we're aiming to be like a radio that's turned off. Здесь не говорится о том, что мы стараемся стать подобными радио, которое выключили. That is not at all the aim. You might as well go to sleep. The aim is to quiet all disturbing states of mind. The aim is to quiet all disturbing states of mind. That could be, uh, chattering, mental chattering in our head. That could be, uh, chattering, mental chattering in our head. Especially when it's worrying. Especially when it's worrying. Or thinking about what happened before and what might happen in the future. You know, what am I going to have for supper, what am I going to do today, this type of thing. But, uh, all of those things are really, uh, what should we say? They're disturbances. The same thing in terms of, uh, certain emotions. Can be very, uh, disturbing. And we want to quiet them down as well. Like being nervous. Frightened. These type of things, uh, one also needs to quiet down. But, when we quiet down, uh, what we want to be left with is a state of mind. Which is very clear and alert. But, when we quiet down, our state of mind remains very clear and alert. A state of mind which either we are able to generate some love and understanding, or which just has the natural human warmth that we all have. So, that requires a very, very deep relaxation. И это требует очень глубокого расслабления. Not just, uh, relaxation of, uh, muscles in the body, which of course is necessary. И не только расслабление мышц тела, что, конечно, необходимо. But, relaxation of the mental and emotional tenseness, tightness. Но и расслабление эмоционального и умственного напряжения. Which, uh, prevent us from feeling anything. Из-за которого мы на самом деле ничего не чувствуем. From feeling the natural warmth, the natural clarity of the mind. Мы чувствуем естественную теплоту и естественную ясность нашего ума. So, this is not an exercise to just turn off and become like a robot. Это не просто упражнение. Это не просто упражнение, когда мы стремимся выключиться и стать подобным роботу, когда мы вводим в некое ничто. Эти состояния ума are not very easy to generate. Развить не так просто. Sometimes they are quite painful. И иногда это даже болезненно. In the sense of one type of beneficial state of mind can be one in which we have more understanding of ourselves than our situation in life. Например, то состояние ума, когда мы стремимся обрести большее понимание самих себя и нашей ситуации в жизни. You see, to have a quiet mind is just a tool. И здесь успокоение ума – это просто инструмент. It's not the final aim. Это не конечная цель. But if we have a mind which is more calm, more relaxed, more clear, more open. Если наш ум спокойнее, расслабленнее, яснее и если он более открыт. Then we can use it. То мы можем использовать его. We can use it for daily life, of course. Использовать его в повседневной жизни, конечно же. But we can also use it while sitting in meditation to try to gain more understanding of our life situation. Some people think that meditation means to stop thinking. Часто люди думают, что медитация – это когда мы прекращаем мышление. Это неправильное понимание. Это неправильное понимание. Нужного постороннего мышления, например, различных беспокойств. Мысли о том, что мы будем сегодня есть на ужин. Воспоминание о том, что кто-то нам вчера сказал что-то обидное и всего подобного. Все это относится к категории блуждания ума и беспокоящей мыслим. But, если у нас есть четвертый ум, то мы можем подумать более четвертым о том, что я делаю в жизни. Но если наш ум более спокоен, то нам будет значительно проще понять, чем мы занимаемся в жизни. Что происходит в тех или иных отношениях с другими людьми? Здоровые это отношения или нет? Мы можем исследовать это аналитически. Это называется интроспекцией. Когда мы заглядываем внутрь себя и смотрим, что же происходит в нашей жизни. Для того, чтобы разобраться в этом, нам нужен ясный спокойный ум. И медитация – это инструмент, благодаря которому мы можем это сделать. Мы можем… Мы можем… Также, когда ты говоришь о том, что мы слышим, мы слышим много текстов о том, что не понимаешь, не понимаешь. Также, если говорить о мышлении, во многих текстах говорится о том, что нам нужно перестать мыслить концептуально и достичь неконцептуального ума. И для того, чтобы достичь этого, нам нужно сначала понять, что мы имеем в виду, когда говорим концепция. Люди могут думать, что концепция – это как раз тот самый внутренний разговор в нашем уме, который постоянно происходит. И здесь нам нужно различать вербализацию того, что происходит в нашем уме, вот эти слова, которые появляются, и понимание. И что нам нужно – это понимание. А будем мы выражать его словами или нет, иногда это полезно, иногда нет. Важно увидеть разницу между этими людьми. Например, мы завязываем ботинки. Мы понимаем, как завязывать ботинки, я надеюсь, большинство узнает. Нужно ли нам произносить про себя в словах, в нашем уме, что нужно делать сейчас с этим шнурком, потом с другим шнурком? Нет. На самом деле, я думаю, большинство из нас будет довольно непросто объяснить кому-то другому, как именно мы завязываем ботинки. Но у нас есть понимание. И когда мы говорим о том, что мы должны быть неконцептуальны, это не означает, что мы должны перестать понимать, что бы то ни было. Мы хотим, конечно, сохранить это понимание, потому что без него мы не сможем делать ничего, ни завязочного химия, ни открыть двери, и все прочее. Итак, когда мы говорим о концептуализации, речь идет не только о словах, о вербализации, хотя и вербализация иногда полезна. Для того, чтобы общаться с друг с другом, нам ведь нужна эта вербализация, нужно выражать свои мысли словами, ни как ли? Нужно ли нам выражать свои мысли словами, когда мы их думаем? Ну, в этом нет большой необходимости, но тем не менее, эта вербализация – это просто нейтральное явление. Есть медитации, которые включают вербализацию, например, чтение мантры, которые поддерживают определенные ритмы или вибрации в нашем уме, что очень полезно. Это позволяет нам оставаться сосредоточенными на определенном состоянии ума. Например, когда мы развиваем сострадание и любовь, если мы повторяем мантру такую, как О МАНИ ПЕМЕ ХУМ, нам проще сохранять сосредоточенность на этом состоянии ума. Сама вербализация – это не проблема. Ну, конечно, нам нужно успокоить ум в том смысле, что он все время болтает. Вот это нам нужно успокоить. Но что же такое концептуализация? Что такое концептуальный ум? Концептуальный ум Когда мы говорим о концептуальном уме, мы имеем ввиду мышление категориями. Есть различные виды категорий. Есть различные виды категорий. Во-первых, это пре-концепция. Зачем? Пре-концепция. А пре-концепция. Пре-концепция is like, I expect you to always be like this. You are a terrible person, because in the past you did this, and this, and that, and now I have the preconcemption that no matter what, you're going to continue to be a terrible person. Это предубеждение, предрассудие, предвзятость. Когда мы думаем, что тот или иной человек будет именно таким, мы думаем, что другой человек, безусловно, плохой человек, потому что он что-то плохое сделал, и мы думаем, что и в будущем он всегда будет оставаться плохим. Мы думаем, что другой человек глупый, или что другой человек всегда делает не то, что мы просим его делать, это предвзятость. И, конечно, если мы думаем так, и мы просим его на других людей, или на себя, что я не могу, я не могу делать ничего, это подобное, мы имеем большой блок между собой и как мы связываем с миром. И если мы мыслим таким образом, или о других людях, или о самом себе, то это создает такой блок между нами и миром, или между нами и самим собой. Предвзятость – это один из видов концепции, один из видов категории, когда мы, общаясь с другим человеком, заранее считаем, что он тупой. И есть много разных уровней неконцептуального мышления, неконцептуального состояния ума, и один из этих уровней – это когда мы отбрасываем эти предвеждения и остаемся открытыми к ситуациям, просто видим их такими, какие они есть. Есть. Now, that doesn't mean to drop all understanding. И это не значит, что мы при этом отбрасываем внимание. Like, for instance, this dog bites. Например, эта собака кусается. In the past, this dog has bitten many people if they try to go closer. So, we are careful with the dog, so we have some understanding, but we don't have this preconception that, you know, of course the dog is going to bite me, so I'm not even going to try to go near. So, this is a gentle balance here. So, how do we develop that in meditation? Как мы развиваем это с помощью медитации? We do that by, in meditating, one of the main instructions is meditate without any expectations and without any worries. Одно из наставлений по медитации – медитировать без ожиданий и беспокойства. So, the expectation that it's going to go wonderfully, or the worry that, oh, my legs are going to start to hurt, or it's, you know, I can't do it. These type of things. So, preconceptions. Мы отбрасываем ожидание того, что все пойдет замечательно, или, например, беспокойство, что что-то будет не так, например, у нас болят ноги, или мы не думаем, я на это не способен, я не могу это сделать. Все это различные виды предзятств. Or, we're sitting there, we're meditating, and then all of a sudden we start thinking, wow, this is really going really great. So, now we've put it into some category that usually ruins it instantly. So, this is a very, I should say, simple level of explaining what it means to be nonconceptual, but it's where we start. Now, for meditating, of course, we need a conducive situation. Для того, чтобы медитировать, нам, конечно, нужно подходящие условия. And some people think that a conducive situation has to be what I would call almost a Hollywood type of setting. It has to be a special room with candles and some type of music, incense, and, you know, it's a whole Hollywood movie set that's set up. That's not necessary. If you want to have that, okay, but it's certainly not necessary. What is usually always recommended is that the place be neat and clean. We need to show respect for ourselves and what we're doing. So, usually, it's a practice to clean the room where you're going to be meditating and everything in order, don't have clothes, you know, throw them all over the floor, etc. If the environment around us is orderly, it helps for the mind to become orderly. If the environment is chaotic, it affects the mind. So, that needs to be there. And also, it's very helpful, especially in the beginning. It's quiet. And the Buddhist tradition, which is where I come from, we certainly do not meditate with music. Music is an external source to try to make us more calm and so on. We don't want to rely on an external source. We want to be able to generate it internally. And music, in many cases, can be quite hypnotic and you don't want to be in some sort of daze. So, we don't need to tranquilize ourselves like in the waiting room of the dentist with this gentle music to try to calm us down. That's not a meditation atmosphere. And, as for sitting, if we look at the different Asian traditions, there are many different ways of sitting in meditation. The Tibetan and Indians sit cross-legged. The Japanese sit with their legs behind them. The Japanese sit with their legs behind them. And so, the main thing is to sit in a position that's going to be comfortable. And so, if we need to sit in a chair, there's no problem. If we need to sit in a chair, there's no problem. But, we need to be able to meditate in any type of situation. But we need to be able to meditate in any type of situation. So, you can't do that. Meditate while sitting in your seat. It's not a problem. It's important in the beginning to be quiet. But, for many of us, it's not so easy to find a place that's quiet, especially if we live in the city. But, for many of us, it's not so easy to find a place that's quiet, especially if we live in the city. So, many people meditate early in the morning or late at night when there's less traffic noise. And eventually, when we become accustomed enough and advanced enough, then noise doesn't bother us. But, that's very, very difficult in the beginning. In general, it's important to see what time of day suits us the best. Meditate right directly after eating. Most people, their energy goes down after eating. It gets tired. So, that's not the best time to meditate. So, some people, when they wake up in the morning, are very fresh and alert. Other people are half asleep for most of the morning. So, you have to sleep for yourself. Some people are more alert late at night. Other people, if they try to meditate at night, before they go to sleep, it's a struggle to stay awake. So, that's not good enough. So, it's important to judge for ourselves what suits us. Same thing with how we sit. If we're sitting cross-legged, for example, then it's always recommended that we have a cushion beneath or behind. But, there are many people that don't use a cushion behind, so we have to see what works. And if we use a cushion, again, you have to see for yourself how high the cushion, how hard, how soft the cushion. You have to find a type of cushion, a type of posture that's going to minimize your legs falling asleep and your whole session being one of pain and discomfort. So, the type of cushion that you use is quite important to make a difference. Also, the amount of time that we meditate is going to vary as we progress. Сколько именно мы медитируем, это будет изменяться по мере нашего продвижения. At the beginning, it's always recommended that we meditate for just a very short time. Вначале рекомендуется медитировать какое-то очень короткое время. 3 or 5 minutes. Например, 3 или 5 минут. Because it's going to be very difficult for us to concentrate and be focused for any longer than that. Потому что медитировать, сосредотачиваясь на объекте дольше времени, нам будет трудно. So, it's better to have a short period in which we are more focused than a long period in which we are just mentally monitoring and daydreaming or falling asleep. И значительно лучше медитировать недолго, но бутительно, чем выбрать какой-то более длительный период, но мы будем греть на его, рассыпать, отвлекаться. The meditation session must not become a torture session. Занятие медитации должно не превращаться в пытку. In which we can't wait until it's over. And we're just sitting there, you know, feeling horrible because our legs are. And we're doing a certain type of Zen meditation, then maintaining the posture and not moving is very important. And other types of meditation, if you have to move your leg, you move your leg. It's no big deal. In all these spiritual practices, it's very important to be relaxed. Don't make such a big holy-holy deal out of it. And in all these spiritual practices, it's very important to be relaxed. Да, конечно, мы с уважением относимся к тому, чем мы занимаемся, но мы не превращаем это в драму, в спектакль, когда мы представляем, что мы такое святое существо, которое сидит, медитирует, которое должно быть абсолютно совершено. И один из важных принципов, которые нам нужно помнить, все будет испытывать взлеты и падения. Везде у нас будут взлеты и падения. В какие-то дни медитация будет идти хорошо, в какие-то плохо. В какие-то дни нам будет хотеть, мы будем хотеть заниматься медитацией, а когда-то нет. Это не получится так, что день ото дня будем медитировать все лучше и лучше и лучше, и наш прогресс не будет линейным. У нас будут постоянные взлеты и падения, и если мы посмотрим в прошествии нескольких лет, тогда мы уже увидим тенденцию, что постепенно наша медитация становится все лучше и лучше, но по-прежнему она в каких-то дни будет лучше, а в каких-то хуже. Как говорит один из моих учителей, ничего особенного, если медитация идет хорошо, ничего особенного, если медитация идет плохо, ничего особенного. Просто продолжать. И самое важное здесь усердие, оно важно заниматься этим ежедневно. Это напоминает игру на пианинох, когда мы учимся, нам нужно каждый день заниматься. Если мы можем заниматься медитацией всего несколько минут, это нормально, мы медитируем несколько минут, делаем перерыв, медитируем еще несколько минут, делаем перерыв и медитируем снова. Это значительно лучше, чем сидеть целый час, и это для нас будет пыткой. Мы можем задаться вопросом, как начать медитировать, если я хочу медитировать, с чего начать. И для большинства людей, в большинстве традиции, мы начинаем с медитации, когда мы сосредоточиваемся на дыхание. И когда мы медитируем на дыхание, мы дышим обычно, нормально. Не слишком быстро, не слишком медленно. Не слишком глубоко, не слишком поверхностно, нормальным образом через нос. Мы, конечно, не хипер-вентилируем, поэтому мы становимся очень, очень близкими, и не очень удобно. В принципе, нам не нужна гипер-вентиляция легких, когда мы дышим очень глубоко. Это не то, к чему мы стремимся, это приведет нас к головокружению. И мы сосредоточиваемся на одном из двух мест, и мы сосредоточиваемся на том, как воздух входит и выходит через наши ноздри, или на том, как движется вперед и назад передыхание повышенная стена. And if our mind is wandering a great deal, and we are, you know, up in the clouds, in a sense, what we call spaced out in English, then focusing on the stomach, around the navel, going in and out, helps to ground us. And if, on the other hand, we are very sleepy and dull, then focusing on the sensation of the breath coming in and out the nose, helps to raise the energy. Если же мы, наоборот, сонны, и чувствуем упадок сил, наша энергия находится внизу, да, и чувствуем упадок сил, можно сказать. Но в этом случае мы сосредоточимся на том, как дыхание уходит и выходит из-за наших ноздрей. So, again, we judge for ourselves what we need at any particular time. И нам нужно здесь также понимать, что именно нам нужно в то или иное конкретное время. And the whole point is to be focused on the breathing, with awareness of what's going on. Someday you're turning your mind off. You're aware of the sensation. И основной смысл в том, что мы сосредотачиваемся на дыхании, мы не отключаем свой ум, вместо этого мы стараемся осознавать те ощущения, которые у нас есть во время дыхания. Without saying anything in our minds. При этом мы ничего не произносим в своем уме. And what the real, what should we say, work that's involved here is to recognize as soon as possible when our attention wanders away and bring it back. И в чем, собственно, заключается наша работа? Нам важно обнаружить, когда наше внимание переходит на другой объект и, обнаружив это, вернуть его обратно. Or if we start to become dull and sleepy, to wake ourselves up. Или, если наш ум становится вялым и сонным, взбодриться. That's the work that's involved here. And we should fool ourselves. It's not easy. Вот над чем мы здесь работаем. И важно не обманывать себя. Это весьма непросто. Потому что мы очень привязаны к нашему мышлению, к блужданию ума. И мы забываем о том, что нам нужно вернуть внимание обратно. Мы ленивы. And especially if there's some disturbing emotion involved with that thought, like thinking of, you know, someone that we're very attached to, that we miss, or someone that we're really angry with, then that's even more difficult to bring the mind back, attention back. А если у нас еще возникают здесь какие-то тревожащие эмоции, например, мы думаем о людях, к которым мы привязаны, или о которых мы скучаем, или о тех, к кому мы чувствуем гнев, то становится еще труднее вернуть наше внимание обратно. But, you know, the breath is always there, so it's something that is stable, that we can bring our attention back to more easily than other objects. И дыхание здесь очень подходящий объект, потому что вернуть к нему внимание проще, чем к любому другому. And focusing on the breath has many other benefits. Сосредоточение на дыхание имеет очень много полезных свойств. The breath is very much connected with the body. Дыхание в значительной степени связано с телом. And if we're the type of person that's too much, you know, in thoughts, in our mind, and ahead of the clouds, and so on, focusing on the breath, regardless of where, at what point in the body we focus on it, helps to ground us, to bring us more back into our body, into, what should we say, reality. Если мы склонны постоянно блуждать умом где-то, если у нас очень много мыслей, мы летаем в облаках, то сосредоточение на дыхании, причем неважно в каком именно участке тела, позволит нам, так сказать, заземлиться, то есть вернуться в наше тело, вернуться в реальность. And also, it's very helpful if we have pain, in fact, breathing meditations have been adopted in some hospitals, particularly in the United States, for pain management. Также медитация на дыхании может вам помочь нам справиться с болью, в частности, этой медитацией занимаются в различных больницах в Америке и адаптировались специально для того, чтобы больные могли ей заниматься. If you think of it, a baby is crying, and if the mother holds the baby to her breast, and the baby feels the mother's breathing going in and out, is something which is very common. Когда мать прижимает ребенка к груди, и она дышит, отдыхает и дыхает, это успокаивает ребенка. And so, similarly, to focus on our own breathing, то же самое, which can help to calm us down, particularly if we have a lot of pain. То же самое, когда мы сосредоточиваемся на нашем собственном дыхании, то это может позволить нам успокоить ум, особенно если мы чувствуем боль. И здесь мы говорим только о физической боли, и это может быть и боли эмоциональной. So, we have this type of meditation. Это один из видов медитации. Why don't we try it for a few minutes? Давайте попробуем позаниматься этой медитацией несколько минут. Да. Продолжение следует... И также можно сказать, что мы делаем с глазами. В некоторых традициях медитируют с закрытыми глазами. И преимущество этого метода в том, что мы меньше отвлекаемся. Но недостаток в том, что так легче заснуть. Также у нас появляется привычка, когда мы думаем, что сейчас мы медитируем, мы закрываем глаза. Из-за этого очень сложно принять медитацию в реальной жизни. Тибетцы медитируют с открытыми глазами. Но при этом они не открывают глаза широко и не смотрят вокруг. Просто они свободно смотрят в пол. И опять же важно найти для себя, что нам больше подходит. Продолжение следует... Там они равенными среди глазами. Ставься с закрытыми глазами. Продолжение следует... 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 И мы возвращаемся вниманием к этому человеку, при этом понимая, что этот человек хочет нам понравиться, он хочет, чтобы мы его слушали, и хочет, чтобы воспринимали серьезно, точно так же, как и мы этого хотели. То есть все эти навыки, которые мы развиваем, занимаясь медитацией, нужны нам для того, чтобы мы могли принять их в повседневной жизни. Мы не стремимся завоевать золотую медаль на олимпийских играх в таком виде спорта, как кто больше просидит в медитативной позе. Это не наша цель. И вот почему мы начали с того, что задались вопросом, зачем мы занимаемся медитацией, чего мы хотим достичь. И мы занимаемся медитацией для того, чтобы использовать потом обретенные навыки в нашей повседневной жизни, как в отношении самих себя, так и в отношениях с другими. А для этого нам нужно развить в себе положительные привычки, и именно для этого и нужна медитация. Какие у вас есть вопросы? Что такое тантрическая медитация? 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 Ну, мы ее находим в хиндуизме и в буддизме. Я буду говорить с точки зрения буддизма. Это очень продвинутые практики. Они не предназначены для начинающих. В котором мы себя визуализируем как буддизм, как буддизм, как буддизм, как буддизм. При этом эта практика опирается на правильное понимание реальности. Мы при этом понимаем, что мы пока еще не достигли этого состояния, но у нас есть потенциал для того, чтобы в конечном счете достичь состояния Будды. И в своем воображении мы представляем, что мы действуем как будда, посылая другим лучи, которые помогают всем, и мы можем помочь абсолютно всем существам, и мы можем общаться с абсолютно любым. У нас есть способность воплощаться в бесконечном количестве форм, в миллионах форм для того, чтобы помогать другим. При этом мы понимаем, что пока еще этого состояния мы не достигли. Но если мы занимаемся этой практикой, это создает причины для достижения состояния просветления быстрее. И все эти медитативные образы Будды, в виде которых мы себе представляем, не все они, но многие из них имеют множество рук, ног и лиц. И они символизируют различные достижения и понимания, которые нам нужны для того, чтобы достичь состояния Будды, и которые в Будды развиты в полной степени. Например, шесть рук символизируют шесть далеко ведущих состояния ума или шесть парамид. Таких как щедрость, этическая дисциплина, терпение, усердие, устойчивость ума и распознающее осознавание, которое обычно называют мудростью. И мы стараемся удерживать все эти состояния в нашем уме одновременно, и это довольно трудно делать абстрактно. Но, используя этот графический символ, нам проще удерживать эти состояния ума одновременно. И вот почему тантра это очень продвинутая практика. Если до этого мы не делали предыдущие практики и не зародили в себе такие состояния ума как щедрость или терпение, то как мы сможем в этой практике медитировать на них одновременно? И если у нас нет понимания реальности, того что происходит, если мы не понимаем, что мы просто в воображении это представляем и представляем это потому, что у нас есть соответствующий потенциал, и мы не представляем, что мы на самом деле прочно существуем вот в таком виде, и не представляем, что это и есть наш реальный уровень достижений, и если мы этого не понимаем, то мы думаем, что я реально это, и это ничего не отличается от того, когда мы думаем, что я Клеопатра и я Наболева. Вот почему очень важно осторожно подходить к практикам тантры и уже не быть в этот момент начинающим. Также есть различные классы тантры, и в том числе в некоторых из них занимаются практиками, связанными с внутренними витрами, каналами и т.д. И смысл здесь в том, чтобы работать с нашей энергетической системой с полной сосредоточностью, для того, чтобы получить доступ к наикончайшему уровню нашего ума, который наилучшим образом подходит для того, чтобы видеть реальность правильно и отсечь все неправильное понимание для движущей эмоции. И практики тантры на самом деле предполагают необходимость, что предполагают, они требуют, чтобы у нас был правильно квалифицированный учитель. И медитация в целом также требует наличия у нас подготовленного квалифицированного учителя. И который не только научит нас, как правильно сидеть. Но если у нас есть проблемы, которые происходят и так далее, то есть человек, который имеет большинство опыт, личное опыт, который может нам помогать. Это будет помогать, если у нас есть какие-то проблемы. Это очень важно. Это должен быть человек, у которого есть свой собственный личный опыт. И если мы обращаемся с вопросом по поводу наших проблем, если у нас возникают те или иные трудности, медитации, этот человек должен ответить на наши вопросы. И это очень важно. И, конечно, нам важно быть уверенным в своем учителе. И эта уверенность, в свою очередь, основана на том, что мы действительно проверили являетелям подходящим учителем или нет. И это довольно сложно. И это довольно сложно. Because there are many charlatans who claim to be spiritual teachers, and many teachers who are not very well qualified. Есть очень много шарлатанов, которые утверждают, что они духовные учителя, при этом не являясь. И есть много учителей, которые недостаточно хорошо подготовлены. И поэтому очень важно различать подходящий учител или нет, и не ходить к учителю просто лишь потому, что он популярный. Литва, потому что в год, в общем, есть такая мысль, о том, что начинающий практик, который знакомится с этим постоянным лифтом, мгновенным, он начинает невольно привязываться к ощущениям, которые ему возникают. То есть ощущение глажен, это ощущение единства со всем миром, и говорится о том, что это не очень правильно, потому что привязанность на одержке Сураки на прежде санхаре, и от этого нужно добавляться. Но в связи с этим возникает вопрос, какие же ощущения мы можем испытывать практику, когда занимаются медитацией, и если это не глажен, то что это не стоит? Good evening. My question is, in Dzogchen meditation, it is said that when the practitioner is experiencing rikwa, state of mind, then he has different sort of feelings, experiences like blissful state of mind, like feeling of I am one with the whole world and other. И он сказал, что это очень важно, чтобы не было связано с этим, но вопрос о том, что эти чувства происходят в любом случае? Мы не можем избежать этих чувства происходящих? И так, как ты делаешь это? Ну, я могу просто сказать, что ничего особенного. Ничего особенного. Ничего особенного. И если у нас какое-то переживание блаженства, то просто ничего особенного в этом нет. Но в первую очередь важно сказать, что практики дзакчена направленные на достижение рикпа, они невероятно продвинутые практики. И очень важно не обманывать тебя, потому что мы можем заблуждаться, думая, что мы на самом деле достигли этого состояния, хотя на самом деле мы его не достигли. Для тех, кто не знаком с этим понятием, рикпа означает чистое осознавание. И это самое тончайшее состояние ума, которое лежит в основе или в глубине всех более поверхностных, всех более грубых уровней ума. Да. Интересно. Да. Хорошо. И здесь речь идет о состоянии ума, которое полностью свободно от омрачений, оно полностью чистое, и хотя в этом состоянии могут при этом присутствовать те или иные привычки, как бы находиться внутри этого состояния, тем не менее это самое наитончайшее состояние ума, достичь которого он не играет от друга. У него есть определенные качества, и в частности такое качество, как блаженство, но это не какое-то сверхъестественное чувство, когда мы чувствуем, что мы находимся под хайфом, это не это чувство. Оно наполнено теплотой, когда мы общаемся с другими, и это состояние ума имеет такое качество, как глубокое понимание реальности. Но это не только понимание, когда мы думаем, что мы едины со всем миром, это не буддийская идея, а более индуистское воззрение. Мы одинаково в том смысле, что мы существуем одинаково, у нас одни и те же потенциалы. Но с буддийской точки зрения мы говорим о том, что все мы сохраняем свою индивидуальность даже после достижения просветления и не становимся одним общим перемешанным супом. Все мы связаны между собой, как индивидуальность. Но в любом случае, мой пункт в том, что мы можем достигнуть блаженного состояния ума, который не говорит о блаженном состоянии ума в Рикпо, но и другие блаженные состоянии ума, которые мы можем достигнуть после этого. И моя основная мысль в том, что если мы достигли какого-то блаженного состояния ума, это не значит, что это блаженное состояние ума в Рикпо, потому что есть разнообразные блаженные состояния ума до этого. Когда ум полностью сосредоточен на объекте, это еще один вариант, еще одна разновидность блаженного ума. По мере того, как наш ум избавляется от заблуждения, он становится все более и более счастливым и неблаженным. И хотя по мере того, как наш ум становится все более ясным, у нас появляются различные переживания, наставления в медитации говорят о том, что важно не придавать им особого значения. То есть важно не ожидать, что они произойдут, и важно не разочаровываться, если они не произошли или исчезли. И кажется довольно поверхностно, когда мы говорим об этих состояниях ума как чем-то не очень выдающимся, но тем не менее это на самом деле очень глубокое наставление. Когда мы знакомимся со всеми этими состояниями ума, мы все больше и больше понимаем, что в них ничего особенного это и нет. И эта идея ничего особенного, она может помочь во многих ситуациях. В темноте я перемещал свою ногу и ударился об стол, и теперь мне больно. Ну, ничего особенного, но, конечно, если вы ударились, она говорит. Ну, I've done an experience in meditation that's blissful. So what? У меня в медитации появилось ощущение счастья и блаженства, ну и что? Ничего особенного. Is it nice? Yes. Does my foot hurt when I'm naked? Yes. So what? Это переживание приятно? Да. Нога болит, когда я ушиб, и я вот это. Ну и что? Obviously there are deeper methods, but this is an initial one that actually works. What else? Да, есть и более глубокие методы, но это начальный, который очень хорошо работает. What else? А какие-нибудь еще вопросы? Да. Я хотел спросить, вы говорили несколько раз, что мы все, как сказать, connected, здесь, like, подключены и там взаимосвязаны. Мы все, как потоки ума, связаны между собой, и что происходит, есть, наверное, люди, которые более, ну, достигли другое состояние ума, да, такие, ближе, реализации, они, наверное, более все-таки подключены к универсальному потоку ума. И это что в нашей жизни означает, в том плане, что близость друг к другу, или я могу быть так же connected, с кем-то в Австралии, допустим, да. Не, но это важно, потому что я, например, живу около вокзала, работаю около вокзала, то же самое, каждый день вижу больных людей, бездомных людей, и часто я думаю о том, в чем это отражается на меня и на мою жизнь. My question is, you explained a lot about our interconnection, interconnectivity of all beings, and what does it mean? Does it mean that all our individual mindstreams are interconnected, and what actually highly developed beings experience, I mean, do they experience some sort of interconnectedness and some sort of connection to the universal state of mind? And I ask, because in my daily life, well, I'm living near the railway station, and in my everyday life, I see people who are sick, who are poor, who have a great deal of sufferings, and my question is, what actually shall I need towards, what shall I actually feel towards them, in terms of this interconnection, and so what does the term interconnectivity actually mean? There are many different levels of our interconnection with everyone. Есть много разных уровней нашей взаимосвязанности другими. Buddhism certainly doesn't say that we are all connected by a little type of light, or something like that. We're not in that way. Buddhism doesn't assert some universal stream of mind, or universal consciousness that we're all part of. But if we look at the, you know, what Buddhism itself says, Buddhism thinks in terms of rebirth, no beginning. Если мы посмотрим, что об этом говорит буддизм, в буддизме говорится о прошлых и будущих жизнях, у которых нет начала. So, if there's a finite number of beings, and an infinite time, no beginning, and an infinite time, no beginning, then at some time every being has been my mother or my father or my best friend. So, of course, that way of thinking requires a confident belief in the beginning and rebirth. So, for many of us who have not grown up with this in a society in which everybody believes in rebirth, then that type of argument is not terribly convincing. So, there's another type of inter-connection that's explained. And this is another type of inter-connection that's explained. It is that everything that we make use of and enjoy has come from the work of others. So, in this building, everything, where did this electricity come from? You know, the people who made the glass bulbs, the people who made, you know, who got the chemicals, who got it from the earth, you know, who made the wires, who made the roads, whom paid, you know, the power lines. If you start to think about the amount of beings that are involved in making absolutely everything that we use, and everything that we eat, and everything that we wear, you start to see how we are interconnected and dependent on everybody. For example, if we look at this room, we have electricity. But how do we get electricity? We need to make these lamps. Then we need to make these lamps. We need to make all these wires. We need to pull these wires. We need to pull these wires. So, the electricity we need to be able to get on the electric station. We need to collect coal and so on. If we look at how our clothes and our food are coming, we see that we are completely dependent on others. And the poor people and so on that you mentioned are suffering by the railway station. Well, the whole economy is interconnected. If the government is giving them any sort of financial help, maybe they're not. But if they are or people are, you know, somehow helping them, well, where does that money come from? And that affects the whole economy. That affects the whole society. We're all interconnected in that way. Например, we were talking about people who are suffering from the Oxide. And if we look at that the government could be able to give them some money, but the other thing is that it does not give them. But, nevertheless, they give them some money. And other people support them. And where do they give them the money to those who help them? And in this way, we think that the whole economy and the whole society is involved. And it turns out that everything is connected. People in some other part of the world are polluting terribly, or they are using so much energy, and so on. But that affects us as well. We don't live in isolation. The pollution is going to come to us. Environmental disaster is a disaster for everybody. People in some other part of the world, in America, there are some economic crisis that went on with the banks and so on. And as a result, Russia is not selling as much oil as before, or the price has gone down. That affects the economy and the welfare of everybody in the country. So, everything is interconnected in that way. So, it's about on this level. So, it's about on this level. And you don't have to bring in past lives. And everybody's got my mother, in order to understand this. And in this case, we don't need any mystic explanations, any of the previous and the future of our lives and the fact that all living beings were created by our parents. Okay, well, why don't we end here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.